переключаю да может быть я включил сейчас я сделаю тебя докладчиком и ты можешь переключать свою презентацию так мне нужно будет помощь насчет того видно ли мой экран да да все видно я сейчас попытаюсь это все убрать все нормально да 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 я не видел отлично всем добрый день меня зовут Иван Козяков я архитектором технологического центра Microsoft вот и тема сегодняшней встречи нашей сегодняшнего вебинара это обзор технологии Power BI и некоторые примеры ее использования вот ну и перед тем как это все начать давайте посмотрим на некоторые тенденции которые существуют возможно же вы уже видели этот слайд раньше да но тем не менее наблюдается рост объемов данных появляются новые типы данных с которыми нужно как-то работать ну и получается что растет количество сетевых сервисов и все больше и больше людей подключается к социальным сетям ну и вот Гартнер аналитическое агентство публикует такое мнение что в 2015 году организации успевшие импровировать свои разнородные типы данных в одну комплексную инфраструктуру превысит показатели своих конкурентов более чем на 20 процентов то есть вот эта тема работа с данными она очень актуальна и актуален как раз задача подключения новых данных причем данных может быть немножко нестандартных типов и работы с социальными сетями то есть если все это резюмировать то даешь требуемые данные как говорится трудовому коллективу вот с помощью чего можно создавать новые модели бизнеса новые модели деятельности уменьшать стоимость имеющихся каких-то решений то есть удешевлять какие-то решения и делать рабочие процессы в организации более эффективными Андрей меня все еще слышно? Да, все отлично Я скажу если что-то Итак, давайте посмотрим на то, что представляет собой технология Power BI Ну и в данном случае я буду говорить про Power BI для Office 365 то есть это вариант решения, который для групповой работы он предоставляется в облаке понятно, что есть еще вариант который связан с SharePoint и с развертыванием этого варианта на территории организации непосредственно вот ну в целом то есть я немножко прокомментирую чуть попозже как это будет сделано но в общем случае есть два компонента, которые составляют Power BI первый компонент это анализ данных в Excel и в данном случае у Excel уже есть миллиард пользователей которые работают с Excel аналитики которые в первую очередь будут работать с Power BI они очень хорошо этот инструмент знают и поэтому очень быстро смогут применить те технологии о которых я сегодня буду рассказывать ну а в общем случае задача работы с Excel состоит из обнаружения данных анализа данных и визуализации данных второй компонент это совместная работа в Office 365 то есть в данном случае опять же у нас есть такая статистика что один из четырех корпоративных пользователей уже находится сейчас в Office 365 и в данном случае работа состоит из том чтобы предоставить доступ к тем отчетам ну то есть вот эти отчеты Excel публикуются в Office 365 после этого им предоставляется доступ к каким-то другим группам пользователей с помощью этого компонента можно делать поиск то есть если опубликовали определенные отчеты можно делать поисковые запросы по этим отчетам и есть варианты работы с мобильными устройствами что касается варианта работы с SharePoint то в данном случае используется технология SharePoint ну и для того чтобы это все работало нужен SQL Server Enterprise Edition то есть это вот то что нужно установить в самой организации но про это мы не будем сегодня говорить просто чтобы вы знали какие технологии нужны итак начнем с первого компонента то есть с части связанной с подготовкой аналитических моделей подключением данных и так далее то есть вот первая часть связана с обнаружением данных и для того чтобы осуществлять эту задачу используется компонент Power Query он может быть загружен с сайта download microsoft.com и фактически работает как надстройка для Excel вот то есть на самом деле эта надстройка постоянно меняется и постоянно улучшается и вы можете ну вот недавно выходила новая версия этой надстройки она позволяет делать поиск и получать доступ к внутренним и внешним данным делать очистку и преобразование данных причем здесь механизмы достаточно достаточно много интересных вещей я сегодня покажу простейший вариант объединения данных но эту тему можно изучать и здесь много чего интересного есть и вот объединение данных из разных источников я уже про это сказал наверное сейчас имеет смысл показать пример чтобы было понятно о чем я говорю и дальше мы уже перейдем к следующим вещам давайте я сейчас выйду из режима презентации и покажу первый пример я надеюсь что сейчас мой экран еще всем виден да все хорошо да вот сейчас мы находимся в Excel на самом деле на данном этапе я уже выгрузил часть информации с помощью Power Query но я просто покажу то что при необходимости вы можете подключаться из Power Query к различным источникам информации в данном случае я подключаюсь к данным из Windows Azure в данном случае это Blob Storage наверное это будет From Other Sources Windows Azure Blob Storage и здесь как раз я должен указать учетную запись вот собственно говоря вся эта информация она здесь уже указана в подключении я сейчас это не буду проходить то есть в итоге мы получаем некий набор данных которые мы можем вставить в Excel вот этот набор данных это набор данных по по акциям которые торгуются на New York Stock Exchange на фондовой бирже то есть здесь есть символ акции есть начальная окончательная стоимость акций они агрегированы по годам то есть предварительно здесь специалист по работе с данными в сервисе Hadoop для работы с большими данными сделал некое агрегирование данных ну вот эта тема более подробно раскрыта в одной из моих видеозаписей на которые ссылочки я покажу в конце презентации вот в итоге у нас есть некоторые агрегированные данные которые мы загрузили из облака это вот первая часть первые данные которые нам нужны то есть информация стоимости акций и дивиденды дивиденды агрегированные опять же по годам вот дальше я подключаю второй набор данных который у меня будет браться из облака но в данном случае я делаю поисковой запрос к тем стандартным наборам статистических данных которые есть в облаке у нас на самом деле есть такой готовый сервис под названием Windows Azure Marketplace где публикуются различные наборы данных ну вот в частности меня интересует набор данных компании Standard & Poor's по 500 наиболее крупным компаниям я сейчас этот набор данных подключаю ну и сейчас вы увидите каким образом он связан с теми котировками акций которые вы видите на экране то есть вот этот набор данных здесь как раз существуют вот эти вот котировки но прелесть в том что по каждой компании есть дополнительная информация которая нам понадобится для анализа здесь содержится адрес собственно того места где находится главный офис компании отрасль и вот эти вот вещи то есть сектор отраслевой сектор вот эти вещи нам очень интересны для анализа для того чтобы эту информацию использовать для нашего исходного набора данных нам нужно сделать еще одну операцию по объединению данных вот я сейчас ее проведу значит единственный важный момент который нужно упомянуть то что вот этот поиск можно делать не только по внешним данным но и по внутренним данным организации то есть можно настроить на уровне организации чтобы вот сюда попадали наборы данных публикуемые как бы в пределах вашей организации вот ну а сейчас я буду делать объединение данных то есть объединение двух наборов данных которые я только что показал первый набор данных это данные стандарт и порс и мы их объединяем с теми данными которые были получены из облачного то есть с тем набором данных которые используются в нашей организации то есть это наши внутренние данные по стоимости акций и это объединение мы будем делать по колонке с символом компании символом компаний которые торгуются на торговой площадке в данном случае New York Stock Exchange ну и вот сейчас мы объединили эти данные и можем указать какие конкретно данные нас интересуют из второго набора данных ну например я выбираю все колонки после этого формируется общий набор данных он уже содержит в себе все необходимые сведения и дальше эти данные можно использовать для дальнейших действий для анализа то есть подключать их в аналитическую модель обогащать их какими-то другими данными и так далее и тому подобное делать расчетные показатели это вот первый пример связанный с работой Power Query то есть Power Query это один из компонентов Power BI о котором на слайде я только что рассказывал далее нам нужно сделать аналитическую модель то есть нам нужно сделать анализ моделирования данных на самом деле здесь уже включая еще большее обогащение данных и дополнительные расчеты здесь какие основные моменты этого инструмента то есть здесь в качестве инструмента используется Power Pivot для Excel в текущий момент в Excel 2013 он уже встроен то есть он уже встроен и он уже в момент приобретения уже доступен в этом инструменте ничего не нужно делать для того чтобы начать с ним работать он позволяет делать быструю аналитику с обработкой данных в памяти значит что касается объемов данных рекомендуемое значение это десятки миллионов строк вот ну возможно работа с сотнями миллионов строк единственное что при этом будет очень долго открываться файл то есть для таких объемов данных уже имеет смысл эти данные брать то есть эту модель публиковать в каком-нибудь экземпляре SQL сервера анализа сервиса в табличном режиме вот то есть как бы если у вас больше данных то лучше сделать модель данных на меньших объемах и ее уже публиковать на сервере для работы с большими данными моделируются связи ну вот сейчас на самом деле я покажу как это все можно делать на конкретном примере в данном случае я буду показывать пример работы с статистическими данными находящимися в открытом доступе как вы видите этот пример на русском языке то есть здесь были использованы различные наборы данных из статистических агентств то есть из агентства статистики Российской Федерации из ряда открытых из ряда сайтов финансовых учреждений министерств финансов некоторых регионов вот для того чтобы вообще говоря создавать такую модель для этого нужно открыть закладку PowerPivot и нажать на кнопку управления моделью PowerPivot я использую английский вариант но есть и русскоязычный вариант это надстройки вот я просто я предпочитаю использовать английский вариант по ряду причин потому что мы показываем часто еще для наших коллег англоязычных вот открывается отдельное окно в котором на самом деле вы видите сейчас уже подключены те наборы данных которые были заранее подключены мною то есть по сути это уже готовая модель данных здесь есть различные наборы данных которые были загружены с сайта агентства по статистике на самом деле эти данные были обогащены то есть вот например здесь была создана отдельная страница с показателями давайте я вот это окно немножко размещу другим способом немножко модифицирую чтобы мне не мешало чтобы я мог видеть все элементы управления вот здесь есть по сути здесь к списку годов и субъектов Российской Федерации ну здесь особенность модели что был создан такой составной ключ в этой модели то есть я вам показываю уже реальную модель значит здесь подтягиваются данные из различных источников различные показатели ну вот вы их видите процент нарушителей наличие грузового транспорта и так далее и тому подобное то есть различная статистика которая нам может понадобиться для анализа вот в качестве источников информации могут использоваться совершенно различные наборы данных то есть так давайте посмотрим ну я сразу же покажу вам какие можно наборы данных использовать это SQL Server данные из облака параллель DTvHouse это вот наше решение для работы с большими объемами данных то есть это сотни терабайт информации и больше ну естественно что сюда мы будем загружать уже некоторые агрегированные значения данные из Аксесса из других промышленных баз данных таких как Oracle Teradata Sybase и так далее и тому подобное можно брать данные из отчетов Reporting Services тем удобно что если у нас есть какие-то сложные системы есть отчеты построенные над этими системами нам не нужно разбираться в самих вот этих сложных системах ну и ряд других возможностей то есть вот эти данные статистических агентств данные из каналов данных Excel файлы и текстовые файлы то есть набор данных набор источников данных совершенно произвольной вы можете любой источник данных сюда подключить ну и дальше создается модель то есть вот эти вот наборы данных их нужно привязать справочника это можно сделать либо через операцию создания связи либо из представления где видна вся модель то есть вся модель то есть все наборы данных и все связи между ними то есть здесь можно вот эти связи сделать путем перетаскивания. Вот вы видите готовую уже модель. То есть, вот эта вот таблица с показателями, по сути, она связана с различными справочниками, которые здесь были либо созданы, либо сгенерированы. То есть, здесь мы видим, что у нас есть большой набор показателей. Здесь мы видим справочники. Ну и вот видно, что, например, для справочника географии была создана отдельная иерархия. Эти иерархии очень просто создаются. И вы увидите, зачем эта иерархия нужна чуть попозже. То есть, при детализации данных можно спускаться по этой иерархии для того, чтобы детализировать информацию. Вот. Значит, давайте посмотрим. То есть, это вот модель данных, еще важный момент, который нужно сказать, то, что вот в данном случае для подтягивания этих показателей в модель данных был использован язык запросов DAX, Data Analysis Expressions. Видно, что он очень похож на экселовский язык запросов, язык формул. Ну и на самом деле он является расширением этого языка формул. Единственное отличие, что в данном случае у нас идет обращение не к конкретным ячейкам, как в экселе, а к колонкам данных. То есть, мы можем оперировать над колонками данных. И здесь достаточно много дополнительных формул, про которые я сейчас не имею возможности говорить. Но резюмируя, можно сказать, что здесь можно делать достаточно сложные вычисления. И далее на основании этой модели можно создавать различные отчеты, различные представления, различные информационные панели. С помощью какого инструмента? Для этого служит инструмент под названием PowerView. Он позволяет делать визуализацию данных. То есть, в интерактивном режиме в экселе можно создавать различные информационные панели. И за счет того, что это интерактивный инструмент, можно очень быстро выявлять различные скрытые закономерности. Ну, здесь как бы несколько условно выявление скрытых закономерностей, потому что более продвинутый вариант работы со скрытыми закономерностями, это уже, конечно же, Data Mining Addents. Это отдельный инструмент. И он уже позволяет делать предсказательную аналитику. Давайте я напишу это здесь для информации. Data Mining Addents. Он уже позволяет делать статистические анализы выявления закономерностей. Это уже расширение, он требует SQL Server. Но сейчас я покажу вам, каким образом можно делать некий вариант анализа непосредственно в экселе. То есть, в данном случае обнаружение закономерности не за счет статистического анализа, а за счет интерактивности работы с различными информационными панелями. Вот, продолжая наш пример по государственным различным данным из открытых источников по сайту госстатистики, например, в данном случае. Вот что можно здесь увидеть. Например, у нас есть визуализация долга субъектов Российской Федерации. Здесь есть два представления. Карта, на которой отражается численность населения. И в нижней части диаграмма, на которой отражается уровень безработицы, расходы жителей на власть, ну и размер окружности – это численность населения. Вот. И здесь можно, например, если нас интересует конкретный какой-нибудь регион, какой-нибудь конкретный субъект, например, Республика Ингушетия, мы можем посмотреть, где он находится на карте. Возможно, нам это как-то поможет для анализа. Вот. Или, например, если мы действуем обратным способом, мы можем найти какой-нибудь субъект с, ну, например, с большим количеством населения, с большой численностью населения, и мы можем увидеть его на нашей диаграмме. То есть, ну, в данном случае, возможно, нам имеет смысл применить фильтр по федеральным округам для того, чтобы отразить только те округа, которые нас интересуют. Например, нас здесь не интересует, например, Северокавказский округ, потому что он весьма специфический, и Дальневосточный федеральный округ, ну, просто потому что здесь и Сибирский. Просто специфика этих округов в том, что есть субъект с достаточно высокими расходами на власть, если это смотреть, рассчитывать на душу населения. Вот. То есть, в данном случае у нас уже картина, скажем так, мы сравниваем сравнимые регионы и можем увидеть, ну, в чем, предположим, у нас есть регионы, которые находятся достаточно близко друг к другу на карте, но все-таки с точки зрения уровня безработицы, например, у нас здесь существенное различие в этом анализе получается. Ну, и давайте еще посмотрим один пример визуализации расходов. Здесь уже мы анализируем данные, бюджетные данные различных субъектов Российской Федерации. В данном случае это город Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Московская область и Свердловская область. И здесь мы можем выбрать нужный раздел бюджетной классификации расходов. Ну, вот я не знаю, кого что интересует. Давайте выберем, например, систему образования. У нас и уберем выделение здравоохранения. То есть сейчас мы видим только расходы на образование. У нас здесь есть различные подразделы, то есть детализация этих расходов. Например, мы видим, что в Москве, помимо того, что здесь просто больше всего, больше расходов, здесь достаточно много расходов на среднее профессиональное образование и очень много расходов на другие вопросы образования. И мы можем увидеть вклад, например, вот здесь отражаются эти расходы по экономической классификации расходов, и мы можем увидеть, что да, как бы эти расходы на образование, они включают в себя достаточно много расходов на заработную плату. Либо наоборот, мы можем выбрать расходы на заработную плату и увидеть вклад этих расходов в различные подразделы бюджетной классификации расходов. Ну и здесь еще план-факт, то есть это синенький столбец, в данном случае у нас плановые значения, бюджетные значения, а красный столбец – это данные по исполнению бюджета. Вот пример, который можно всегда показывать госорганам по любому из направлений расходования бюджетных средств. Давайте двигаться дальше, если нет каких-то вопросов в текущий момент от аудитории. Давайте я продолжу. Пока вопросов нет. Да, то есть следующий компонент, который входит в Power BI, называется Power Map. Это еще один вариант визуализации, как вы видите. на экране, и он предназначен для интерактивной визуализации данных на карте. То есть если мы говорили, что у нас раньше были партнерские решения для того, чтобы делать визуализацию на карте, сейчас у нас непосредственно в Excel есть компонент, который можно использовать. То есть можно самостоятельно создавать различные слои информации и в интерактивном режиме включать-выключать эти слои данных. Выглядит это следующим образом. Для того, чтобы работать с… Так, секундочку, я перейду обратно в Excel. Давайте я сделаю запуск инструмента Power View. На самом деле здесь раньше у меня были… в предыдущих версиях я делал уже варианты визуализации для этой модели, но они у меня после обновления Power Map, ну скажем так, перестали работать, поэтому я сделал буквально вчера и сделал новый вариант визуализации, благо что они делаются очень быстро. Вот, ну здесь это связано с тем, что Power Map у нас совсем недавно Power Map был в предварительном, как это сказать, предварительный просмотр, да, то есть технология была еще не в окончательном виде, а только для предварительного использования, чтобы пользователи пользователи могли посмотреть, как этот инструмент работает. Поэтому, естественно, что были сделаны изменения в этот инструмент, которые сделали часть результатов недоступными. Поэтому, ну вот, сейчас он уже вышел в окончательной версии, поэтому я думаю, что проблем с обновлениями уже быть не должно. Итак, мы видим сейчас готовый отчет Power Map. Давайте я покажу сначала, как он выглядит в виде тура, то есть у нас есть некий преднастроенный, скажем так, преднастроенный, преднастроенная последовательность показа, как мы хотим показывать для нашего, например, руководства те данные, которые у нас здесь содержатся. То есть мы видим, что у нас здесь отражается сначала центральный регион, потом северо-кавказский регион, где ситуация отличается, и затем дальневосточный регион. Ну вот, забегая вперед, скажу, что если мне не изменяет память, здесь у нас отражаются расходы жителей на власть. То есть в дальневосточном регионе у нас на самом деле здесь эти расходы на душу населения достаточно большие. Давайте посмотрим, как эта модель создается. То есть, ну, во-первых, все-таки, как результат, у нас есть ряд, у нас есть ряд слоев данных, которые мы можем включать и выключать. В данном случае у нас были включены слои с населением в городах, включены слои с расходами жителей на власть, расходы субъектов РФ. Это вот те бюджетные данные, которые я показывал чуть раньше, да, то есть то, что мы создавали в модели. А в целом, да, и уровень безработицы. То есть это вот те слои информации, которые у нас присутствуют. Ну и вот, например, расходы, например, население городов, да, то есть вот этот слой информации, он у нас представлен по городам, то есть видно, что он достаточно здесь детальный. Если мы, например, включим население субъектов, мы увидим, что здесь информация менее детальная, что здесь именно агрегирование идет по субъектам Российской Федерации. Ну и что нужно делать для создания нового слоя информации? Мы говорим, что мы хотим создать новый слой. Указываем, что у нас будет являться, какие поля, модели данных будут отвечать у нас за визуализацию данных на карте, то есть именно географические, да, то есть что отвечает за географию. В данном случае это, я немножко неправильно делаю, мы должны выбрать справочник география, таблицу география и здесь выбрать субъект Российской Федерации, в данном случае это у нас штат-провинция, страна, это у нас country region, все правильно и, ну я думаю, что достаточно этого, для того, чтобы визуализировать информацию, то есть вот на карте вот эти вот точки, которые вы видите, это на самом деле субъекты и далее нам нужно выбрать тот вариант визуализации, с помощью которого мы будем отражать эту информацию, например, мы будем отражать ее с помощью столбцов данных и нас интересует показатель, который мы будем отражать сюда. Ну давайте возьмем все что угодно, сейчас я выберу только таблицу показателей, показатели, показатели и разрешение экрана, понятно, что у меня здесь возможно не очень удобно отражать эту информацию, вот количество ДТП и можно здесь внести некоторые дополнения, то есть модифицировать то, каким образом будут выглядеть эти столбцы, то есть сделать высоту столбцов, ширину их и так далее и тому подобное, прозрачность. И так для различных вариантов отражения данных на карте. Вот, ну вот в результате таким образом мы определили новый слой, с которым можно работать, который можно включать и выключать. И за счет совмещения вот этих различных слоев информации мы можем какую-то полезную информацию получить, то есть за счет того, что мы совмещаем эти данные на карте. Вот, вкратце, про инструмент PowerView я рассказал. В конце, я думаю, что если посмотрим, сколько времени останется, я уже, может быть, более детально эти инструменты смогу показать. Двигаемся дальше. Следующая тема – это обеспечение совместной работы и постоянного доступа к данным, к этим данным в Офисе 365. То есть для того, чтобы начать работать с этими данными, мы должны разместить вот эти вот подготовленные Excel-овские файлы с моделями данных и с визуализацией этих данных, мы их помещаем в специальный сайт Power BI в составе Офиса 365. За счет этого мы можем быстро начать работать с этими данными. То есть вот само разворачивание этого сайта, оно очень быстрое. Для того, чтобы предоставить доступ к этому файлу, достаточно просто перечислить тех людей, которые должны начать работать с этим файлом. И мы можем, есть, скажем так, есть отдельный набор страниц, где можно осуществлять мониторинг использования этих файлов. То есть какие пользователи ими пользуются, получают доступ к этой информации, с какой частотой, насколько интенсивно и так далее и тому подобное. Ну, с точки зрения размещения файла, все очень просто. Вы переходите, давайте я покажу вам сначала в общем сайт Офис 365, домашнюю страницу пользователя. Почему-то оно сейчас не очень активно обновляется. Давайте на всякий случай я попробую подключиться с нуля к своей домашней странице. Здесь содержится множество полезной информации, различные документы, но в данном случае я перехожу в Power BI. То есть это как бы преднастроенная часть сайта, специально оптимизированная для работы с Excel-овскими файлами, с файлами, содержащими в себе модели Power Pivot и визуализация данных Power View. Вот, вы видите, что здесь есть часть файлов, которые там на основании нашей внутренней информации, часть данных, которые мы можем показывать внешним людям. Ну и вот для того, чтобы сюда опубликовать файл, мы просто говорим «Добавить» и загружаем сюда файл, файл Excel. Он сюда появляется в виде отдельных файлов, то есть здесь через некоторое время можно увидеть, как будет выглядеть внешне этот файл и при необходимости его можно добавить в, скажем так, наиболее специализированные, то есть в те отчеты, которые мы хотим чаще всего видеть. То есть это любимые отчеты. После этого они отражаются вверху страницы через некоторое время. Ну и с этими отчетами можно работать непосредственно через веб-браузер. То есть вот если я сейчас открою, например, отчет, тот отчет, где анализируются у нас данные по стоимости акций, вы увидите, что его можно совершенно безболезненно просматривать через веб-браузер. Все вот эти вот варианты визуализации, которые были созданы в Excel, все они доступны и через веб-браузер. И самое интересное, что с ними можно интерактивно взаимодействовать. То есть можно при необходимости менять сам запрос к этим данным. То есть вот у меня несколько вариантов визуализации. То есть здесь вот в качестве расчетов были сделаны дополнительные показатели, такие как рост стоимости акций в течение года для той или иной отрасли. То есть это уже расчетный показатель. И вот он как выглядит на графике. То есть видно, что в различные периоды времени совершенно различные отрасли выбивались вперед с точки зрения стоимости роста стоимости акций. В нижней части мы видим дивиденды на карте. То есть можем видеть детализацию дивидендов и офисы, которые... Ну, где расположены офисы-то данных компаний. В данном случае я сейчас выберу другой немножко вариант визуализации и внесу в него изменения. То есть у нас есть вот этот показатель рост стоимости акций. Так. Да, ну единственное, что я здесь вижу, кстати говоря, то, что... Важный момент. То, что вот здесь... Скажем так, для того, чтобы сделать изменения, вам нужен SharePoint. То есть здесь вы можете только просматривать. Да, то есть чтобы изменить, нужно использовать Excel. То есть здесь можно максимум, что делать, это фильтрация по секторам и так далее и тому подобное. Давайте все-таки, чтобы показать вам... Просто я хотел немножко еще все-таки остановиться на работе с PowerView. Я давайте открою все-таки вот этот файл и внесу изменения в этот отчет. То есть все-таки в данном случае мы используем Excel, но если мы используем SharePoint, тогда у нас эти изменения можно вносить непосредственно на портале, то есть через веб-браузер. Итак, я открываю этот отчет. Просто почему я показываю именно изменения? Потому что это очень важный момент, то что пользователь, ну вот работая с Excel, он может самостоятельно, безболезненно вносить изменения в эти отчеты. То есть каким образом производятся изменения? Мы открываем закладку Design и для этого набора данных, которые у нас отражаются на странице, мы можем выбрать различные варианты визуализации. То есть это могут быть колонки, это могут быть таблица с данными, это могут быть различные пирог, варианты визуализации в виде пирога, но в данном случае я выбираю пузырьковую диаграмму. То есть здесь в текущий момент у меня один показатель и вот из этой модели данных я могу перетащить какие-нибудь другие показатели. Например, в данном случае меня интересует, как у нас вот этот вот изменение, рост стоимости акций в течение года, как он связан с ростом дивидендов. С ростом дивидендов. То есть я беру этот показатель, перетаскиваю его в область на ось Y, то есть мы сразу же видим эту картину. И дальше я могу еще добавить время для того, чтобы секундочку, я могу выбрать дату, вернее выбрать год для того, чтобы посмотреть, как эта ситуация менялась с течением времени. Ну и если так, секундочку, что-то здесь нужно еще, я думаю, убрать. Убрать год отсюда. И я надеюсь, что что-то у нас сменится. Так, давайте еще раз посмотрим. Мы берем год. Ага, ну просто надо было брать год из справочника, а не из одного из наборов данных. То есть вот мы видим, что у нас за счет того, что мы сделали именно показатели, которые сравнивают текущее значение с предыдущим значением, за счет этого у нас вот этот вот путь, да, то есть изменение, оно достаточно значительное, то есть мы очень четко можем понять, насколько стоимость, какие у нас изменения были с той или иной отраслью анализируемой. Так, ну и собственно говоря, возвращаясь к нашему примеру на портале, то есть тут идея в том, что мы здесь можем просматривать вот эти вот отчеты, да, то есть мы с ними можем интерактивно взаимодействовать. То есть здесь сохраняется вот эта вот интерактивность информационных панелей, то есть если мы выбрали какую-то, ну в данном случае мы выбрали отрасль из верхнего графика, она отражается на нижнем графике. Ну и мы можем все-таки некоторые фильтры менять, то есть скажем так, модифицировать в некотором виде мы эти отчеты тоже можем. Еще один важный момент, то что здесь есть вариант отображения этих отчетов в формате HTML5, то есть если мы используем не устройство на базе Windows, а какое-нибудь другое устройство, у нас, если мы используем этот вариант визуализации, у нас отчеты тоже можно будет отражать на этих устройствах. Единственное, что сейчас не все варианты визуализации поддерживаются, то есть для того, чтобы эти отчеты можно было через веб-браузер просматривать на других устройствах, нужно предварительно протестировать то, что данный вариант визуализации будет поддерживаться на данном устройстве. Давайте двигаться дальше. Остается 10 минут. Спасибо. Еще одна важная вещь, это то, что можно после публикации этих отчетов на портале к ним делать запросы на достаточно, скажем так, естественном для пользователя языке. Давайте сразу же, не будем долго останавливаться, сразу же покажу, как это все выглядит. Я сейчас возвращаюсь на страницу Power BI. Так, ну вот у меня как раз, нет, страница не возобновилась. Давайте, может быть, имеет смысл еще раз открыть с нуля, или все-таки здесь откроется. Вот проще оказалось заново открыть, быстрее оказалось заново открыть в портал Power BI. Здесь, в правой части, есть вот такая вот команда «Искать с помощью Power BI Questions and Answers». И здесь, на основании источников данных, мы можем сделать запрос. Например, я опечатаю расходы. У меня сразу же появляется несколько вариантов, которые можно использовать. Ну, в данном случае меня интересуют просто расходы на власть, простейший вариант. Отражаются данные по годам. Например, меня интересует эта вся информация по субъектам Российской Федерации. Я вижу эту информацию, да. То есть, здесь, ну вот, в данном случае мне нужно отфильтровать субъекты, то есть, меня не интересуют пустые субъекты. По сути, вот эти вот пустые субъекты – это проблема качества данных. То есть, у нас некоторые субъекты не были однозначно сопоставлены со справочниками. Ну и после этого мы видим достаточно понятную картину. И данный запрос мы можем сохранить для последующего использования. То есть, здесь на портале в правой части где-то есть отдельная команда по сохранению этого запроса под определенным именем, с определенным цветовым оформлением, с определенной иконочкой, и можно еще изображение подключить при необходимости. И после этого данный запрос, он будет отражаться как раз на предыдущей странице, вы видели, да? То есть, это вот уже подготовленные запросы к данным. То есть, в этом случае другие пользователи, которые получают доступ к данному, к данной странице, они могут как бы не с нуля набирать какой-либо запрос к данным, а уже использовать какие-то подготовленные заранее запросы к данным. Вот таким вот образом. Ну давайте не будем ждать отражения этого запроса и двигаться дальше будем. Еще один важный момент, то, что есть вот эти вот отчеты в Power BI, то есть, те отчеты, которые были опубликованы в Office 365, их можно подключить в специальное мобильное приложение, которое так и называется Power BI для Windows 8, и в интерактивном режиме с планшетного устройства эти отчеты можно просматривать. Ну и последняя часть, это гибридные сценарии, когда у нас мы хотим обеспечить доступ не только к каким-то данным из облака, да, не только к открытой статистической информации, но и к данным, находящимся в пределах нашей организации. В данном случае, чтобы это работало, нужно в пределах нашей организации установить специальный шлюз для работы с данными, и затем прописать в этом шлюзе, то есть, прописать в Office 365 связь с этим шлюзом. В итоге, можно с помощью, ну, как я показывал, с помощью Power Query делать поиск, в том числе и по нашим внутренним источникам данных и анализировать эту информацию. То есть, вот таким образом выглядят те самые данные, которые мы подключили из наших внутренних источников. Ну и сейчас вы видите специальную страницу, как выглядит статистика использования тех или иных отчетов различными группами пользователей, которым мы предоставили доступ к этим данным. Вот, в итоге мы рассмотрели Power BI для Office 365, как выглядит эта технология. Еще раз, то есть, мы рассмотрели различные этапы работы, как со стороны Excel, то есть, каким образом мы можем делать обнаружение данных, делать модели данных и визуализировать информацию. И как мы опубликуем эту информацию на портале, как мы можем делать поиск по опубликованным наборам данных. И поговорили о том, что есть специальное мобильное приложение, в которое можно просматривать отчеты, опубликованные нами в Power BI для Office 365. То есть, в качестве вывода можно сказать, что это очень быстро, то есть, в данном случае решение позволяет очень быстро в пределах организации с нуля сформировать модели данных, опубликовать их, предоставить доступ к этим моделям данных. с тем, чтобы пользователи могли начать делать эффективный анализ информации. Ну и важная часть, то что, естественно, что это масштабируемое решение, то есть, в любой момент можно расширить данное решение, скажем так, сделать, загрузить в эти наборы данных, загрузить туда большее количество данных и начать работать с этим решением в более промышленном варианте. Это управляемое решение, то есть, можно, вот это вот предоставление доступа к этим данным, им можно управлять, то есть, эти службы могут быть спокойны, всеми компонентами решения можно управлять и можно отслеживать статистику. Ну и настраивать безопасность. Вот. То есть, собственно говоря, на текущем этапе, я думаю, что обзор, мы успешно посмотрели обзор данного решения и я готов ответить на дополнительные вопросы. Да, там уже есть два вопроса. Так, ты знаешь, как посмотреть? Так, секундочку, я попробую сейчас их развернуть на экране. Так, где у нас тут вопросы? Вот у нас есть... Кошнанс. Тут, к сожалению, как-то все. Кошнанс, наоборот. Там мне просто нужно как-то расширить. А ты нажми рядом с кристиком, квадратик со стрелочкой в лево-вверх. Это на панель. Ага. У меня просто маленькое разрешение, и я, честно говоря, сейчас... У меня не получается... Ага, вот. Сейчас получилось. Так, вопрос номер один. Для связывания таблиц в данных, в примерах, используются столбцы со строковыми типами данных. Если использовать классические связи по числовым кодам, будет ли работа приложения быстрее, или потом будет тяжелее визуализировать. Ну, в данном случае она будет не то, что быстрее, просто сама модель, она будет меньше занимать в памяти. То есть... Всегда лучше использовать текстовые наборы... Текстовые поля вместо строковых. Это вот общая рекомендация. То есть сама модель будет меньше занимать в памяти. Ну, возможно, что она будет работать быстрее. Понятно. Где-то оговорился, что она текстовая вместо строковых. Что такое? Ну, вот здесь написано, что если, наоборот, использовать числовые... Числовые, да. Числа и стоки. Вот. Если использовать числовые коды, будет ли работа приложения быстрее? Ну, я думаю, что на какие-то там доли оно будет, возможно, быстрее. Не знаю. То есть надо тестировать. Скорее всего, логично предположить, что, наверное, оно будет быстрее, просто потому, что сама, скажем так, когда мы будем бежать по этим данным, вот эта связь, то есть сама модель будет меньше в памяти занимать, возможно, возможно, меньше занимать памяти, да? То есть, ну, вот ответ как-то так. Ну, скорее всего, да. Да, то есть, скорее всего, да. Скорее всего, да. Так, следующий вопрос. Целесообразно ли построение... То есть, рекомендация, да, есть при возможности использовать числовые вместо текстовых полей, просто потому, что они меньше занимают в памяти. Целесообразно ли построение хранилища данных, объединяющего данные из информационной системы организации, или это объединение можно менее трудозатратно реализовать при помощи Power Query. То есть, становится и хранилища данных прошлым веком. Хранилища данных прошлым веком при использовании данного инструмента. Здесь я отвечу так, что Power Query позволяет очень быстро сделать объединение информации, сделать это объединение самостоятельно, с помощью Excel. И, как бы, если цель очень быстро сделать какое-то решение, то правильнее использовать Power Query. Но, если цель сделать какие-то более сложные преобразования данных, возможно, использовать какие-то более сложные варианты очистки данных и так далее и тому подобное, то есть, это уже, я перечисляю сейчас какие-то промышленные компоненты SQL сервера, тогда лучше использовать Integration Services и компоненты, связанные с преобразованием и загрузкой данных. То есть, ответ, что это зависит от цели. Если нужно сделать быстро, то можно использовать Excel и Power Query. Если нужно сделать очень качественные и какие-то сложные преобразования данных, тогда, скорее всего, вы захотите использовать Integration Services. Ну, то есть, как обычно, все зависит от задачи, которую вы пытаетесь реализовать. Можно ли где-нибудь посмотреть демо-реализации мобильного вида Power BI? Демо-реализации мобильного вида, то есть, Power BI для Windows 8. Самый простой способ, если у вас есть Windows 8 на компьютере, вы просто можете, ну, на самом деле, есть у меня, конечно, да, у нас просто заканчивается время, просто загружаете Power BI, в нем встроено заранее несколько примеров. То есть, вы просто можете, там все очень интуитивно, вы сразу же сможете пользоваться этим инструментом. Вот, то есть, ответ такой, что просто загружаете из Windows Store, то есть, из нашего магазина приложений, загружаете пример Power BI, то есть, это приложение сразу же содержит себе некоторые примеры. Я думаю, что у нас все с вопросами. В заключении, на слайде вы видите дополнительную информацию, то есть, более детально, часть из какие-то презентации, связанные с Power BI, с Excel, с Power Pivot, можно посмотреть с сайта либо Power BI.com на английском языке, либо Microsoft BI.ru, это мой блог. Ну, и вот, пример модели можно всегда посмотреть с сайта publicintelligence.ru. Спасибо, Ваня. Спасибо. Спасибо. Если он только ушел, я. Это еще запись. Спасибо за очень.